Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Но исходя из конституции Украины, выходит, что сейчас работать может только Верховная Рада. Про продление полномочий президента там не сказано ни слова. И только лишь на основании законов военных положений Зеленский, ну вот вроде как, и продолжает функционировать. Вы сказали, что нужен юридический анализ. Мы этот анализ проводим. С кем говорить-то, если говорить? И второй вопрос можно сразу задам? Вот, пожалуйста, как вам удобно. Удары по территории России там, где считают нужным. Спасибо большое. Значит, первый вопрос по поводу легитимности украинской власти. Действительно, нужно проводить такой серьезный глубокий анализ. Ну вот, первое, что наведу и то, что мне докладывают коллеги, заключается вот в чем. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. А продление полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. Надо внимательно посмотреть. Некоторые специалисты говорят, что есть противоречие между Конституцией, в которой говорится только о продлении полномочий Рады в условиях военного положения, и законом, о котором я только что сказал, закон от, по-моему, 2016 года, который определяет правовый статус военного положения. Там, как я уже сказал и повторяю, речь идет о том, что выборы президента не проводятся, но нигде не сказано, что они пролонгируются. И это проблема. Дело в чём? Дело в том, что по своей сути украинская государственность основана на идее не на идее президентской республики, а на идее парламентско-президентской республики. И основные рычаги власти сосредотачиваются в представительном органе государства. Поэтому вполне логично, что так выстроена сама Конституция и другие правовые акты, которые принимались на её основе. Поэтому, строго говоря, по предварительной оценке, я говорю только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Но, а так, по большому счёту, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и всё, и провести выборы. Но не захотели этого делать по ряду обстоятельств. Но я думаю, это уже не связано никак с Конституцией, что, может быть, задумка хозяев, сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть время принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятия ещё одного решения по понижению, дальнейшему понижению призванного возраста. Сейчас было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет. И после принятия этого или других непопулярных решений, действующих сегодня, как бы, представители исполнительной власти, их, я думаю, заменят на людей, на плечах, которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто чик, поменяют и всё. Если задумка в этом, то, в принципе, тогда логика понятна. Логика понятна. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Но также, как я и говорил в Минске, всё-таки окончательно эта ситуация должна сформулировать и дать ответ на то, что происходит в Украине, должна сформулировать в окончательном виде сама политическая и правовая система Украины. Здесь, мне кажется, на самом деле не так уж и сложно. Я в третий раз повторяю. Закон 2016 года говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются. Значит, что? Смотри 111 статью Конституции. Вся власть переходит к спикеру парламента. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео.